Нынешний год объявлен в стране годом педагога и наставника. Его мероприятия направлены на повышение престижа профессии учителя, а также привлечение молодежи в педагогические профессии. Кстати, именно рост числа выпускников школ, которые поступают в педагогические вузы, станет важным показателем эффективности проведения года педагога и наставника. Количество будущих педагогов в следующем учебном году должно увеличиться на 10% по сравнению с нынешним. Одна из мер, которая направлена на достижение такого результата – создание в школах профильных классов для учеников, которые задумываются о профессии педагога. Тема подготовки молодых специалистов для отрасли образования очень актуальна. При этом важно, чтобы, получив педагогическую специальность, они не только приходили работать в учебные заведения, но и не покидали их спустя несколько лет. Сейчас нередко уже во время учебы в вузе многие будущие учителя говорят о том, что не пойдут работать по специальности. А многие из тех, кто все-таки приходят работать в школы, не задерживаются там надолго. Чтобы выправить эту ситуацию, повысить авторитет профессии учителя, привлечь и удержать молодых специалистов в отрасли образования, важно изучать и понять текущую ситуацию, выявить слабые места. Как обстоят дела с молодыми учителями, с какими сложностями они сталкиваются, приходя в профессию, как улучшить их профессиональную адаптацию и закрепить интерес молодого педагога, об этом поговорим с нашей гостьей. В студии Марина Черевко, кандидат социологических наук, доцент, декан факультета повышения квалификации Российского государственного университета правосудия. Доброе утро. Доброе утро. Марина Александровна, доброе утро. Ну, то есть, можно понять, что там серьезная исследовательская работа велась на тему того, чего не хватает молодым специалистам, и наверняка проводился срез, да? А сейчас, вот в среднем педагогический состав, как выглядит у нас? Ну, у нас по краю в среднем трудится около 9 тысяч учителей, это в среднем. По Российской Федерации уже мы перевалили за миллион. То есть, если 5 лет назад это была цифра до миллиона, да, такие, как бы, цифры были латентные, то на сегодняшний день это миллион 200, миллион 300, то есть, это уже такой хороший прорыв для будущего вектора развития. А кто это? Да, вот кто это, полувозрастная структура? Ну, если говорить о социальном портрете на сегодняшний день учителя, то, как бы, по полу это тот же самый состав, то есть, профессия также имеет женское лицо, в принципе. Вот, если говорить по возрасту, что является критерием снополагающим на сегодняшний день, то также еще 65-70% приходится на возраст от 47 до 55 лет, к сожалению. И только лишь 6% мы наблюдаем молодых специалистов у нас в системе образования на Дальневосточном федеральном округе. Ну, и вообще, это тенденция в целом по Российской Федерации. Ну, а много ли выпускается будущих потенциальных педагогов, и с чем вот это, их минимальное количество связано? Ну, в целом, из абитуриентов, которые поступают, да, на педагогические специальности, только в среднем 60% доходят до получения диплома. Из них 20% имеют готовность прийти в школу, да, и осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с выбранной профессией. То есть 20-22% на сегодняшний день. Ну, это тоже неплохо, на самом деле, за дел, потому что в течение 10 лет происходит мониторинге в исследовании, мы ведем достаточно системно, и это было 6%, например, в 2012 году. На сегодняшний день мы уже приблизились к цифре к процентам 20. Тоже, опять же, не ярко выражено, но тем не менее положительные показатели наблюдаются. Вы говорите про тех людей, которые не доходят до выпуска, и это какой-то огромный просто процент людей, А что с ними случается? Депрессионализация, с одной стороны, а с другой стороны академические задолженности. Но в основном это депрессионализация, то есть первые этапы знакомства с практикой педагогической, то есть это 3-4 курс, где как раз-таки идет пересмотр основных направлений дальнейшей профессиональной деятельности. То есть мотивы, возможно, выбора профессии были связаны с занятием интересного предмета, то есть, например, мне нравилось заниматься математикой, историей, это определило мой выбор. Это не является мотивом выбора педагогической деятельности. И в соответствии с тем, что они приходят на педагогическую практику, происходит вот такой диссонанс. А вот те, кто все-таки доходит до школ после учебы, чем они мотивированы, что их вдохновляет? То есть это ощущение того, что да, это мое, это мое призвание? Или какие-то материальные тоже, какие-то преимущества тоже играют немаловажную роль? Вот у нас сформировался в обществе стереотип, что все-таки материальная составляющая определяет данную профессию. На самом деле мы уже в течение пяти лет наблюдаем, что другие показатели являются доминирующими, и почему уходят, например, молодые учителя из школы, и почему приходят. То есть все-таки интерес работы с детьми, в первую очередь, и призвание, они определяют как основополагающие. Вот в декабре буквально мы сделали срез. 70% тех, кто работает в школе, молодых учителей до 30 лет, они именно определяют данный фактор. Ну и проблемные фоны там тоже имеют место быть. То есть это отсутствие возможности, большой возможности общения с близкими родственниками, отсутствие опыта организации рабочего времени. То есть все то, чем должен сейчас заниматься педагогический наставник, в принципе, вот эти факторы определены. Но все-таки, если разговаривать про материальную составляющую, она же все-таки тоже очень важна. Как сегодня выглядит картина вот с общим уровнем зарплат в сфере учителей? Ну, насколько сегодня лучше стала вот именно материальная составляющая учителя? Ну, по субъектам понятно, что это все разнится, да, то есть есть как бы дифференцированный определенный подход. Но это еще не тот показатель, который должен быть средний по экономике, как мы говорим, по указу президента. То есть в учительской среде пока еще показатель. Но он добирается, но с совокупностью факторами, дополнительными объемами работы. То есть это еще пока проблемное поле. Профессиональная адаптация молодых специалистов. Вот какие-то инструменты сейчас появляются для того, чтобы она была проще, легче, для того, чтобы специалисты все-таки оставались на местах уже, когда дошли до этих мест? Ну, так как этот год, вы правильно сказали, объявлен годом наставника, да, то планируется сформировать системные подходы. Именно системные, а не фрагментарные, как они всегда у нас были исторические. То есть молодой педагог приходит, учитель в школу и, соответственно, обращается за помощью к администрации. Она как бы негласно устанавливает шествия над молодым педагогом. Но это ситуационные факторы. Системная же предполагается, что будет специалист, который будет сопровождать в течение долгого периода времени хотя бы первый год адаптации молодого специалиста в помощи, в разработке методической, методологической, психологической. То есть вот именно в этом направлении построен вектор на педагогическое наставничество. Потому что, опять же, респонденты, молодые учителя, они отмечают, что помощь оказывается, но по мере моего обращения лишь только к коллегам. Только когда попросишь. Вы уже сказали о том, что достаточно большое количество тех, кто поступил в педагогические вузы на практике, да, там, третий, четвертый курс, понимает, что это не их профессия и уходит. Может быть, так и лучше. Для них, а вот какой процент тех, кто уходит из школы, вот спустя несколько лет, там, год, два, там, пять, когда они начали вот в школе работать, и почему? Проблема. 35% уходит. Это много. Это большой показатель. Опять же, он варьируется 35-40, там, в зависимости от субъектов, да. У нас еще по Дальневосточному федеральному округу неплохо выглядит ситуация. Но все равно это большой достаточно показатель. Поэтому первые три года адаптации специалиста, молодого учителя, да, и необходимо выработать системные мероприятия, связанные с системным шеством. Ну, то есть вот это вот профадаптация. Профессиональная адаптация. Да, да, да. А что говорят молодые специалисты, молодые учителя, в принципе, о своей профессии? Видят ли они в этом какую-то свою миссию? Престиж. Престиж, да. Показатель вырос. То есть все-таки стало муссироваться вопрос и популяризироваться об учительской деятельности. И, соответственно, стал престиж расти и в обществе. То есть если раньше показатель был 2, например, мы делаем диагностики, да, по пятибалльной шкале, престиж 2 общественности, то на сегодняшний день он 3,9 достигает. И в рейтинге наиболее престижных профессий пятерка педагогическая вошла в прошлом году. То есть это первый такой показатель был существенный прорыва имиджевых характеристик педагогической деятельности. Сами же молодые учителя, конечно, меньше показатель указывают. Это все-таки 2,9, 3 для молодых, которые поработали все-таки. Но, тем не менее, это не один, как был ранее, 10 лет назад. А целевой показатель наш к какому мы идем? Вот вы говорите, 3,9, а хотелось бы? Ну, 4,5, я думаю, 5 это вообще было бы идеальная, конечно же, составляющая. А что для этого нужно сделать? Проводится ли исследование, что может сделать профессию учителя престижней еще? Тут даже дело, наверное, не в... Ну, конечно же, это системные мероприятия, безусловно, но тут основная задача, наверное, должна быть направлена на усиление и закрепление тех, кто все-таки по призванию пришел. То есть нужно максимально создать условия, чтобы их закрепить в этой среде и создать вторичную профессиональную их социализацию, да, чтобы профессиональное развитие было максимально полным. То есть это первый момент. Ну и много сейчас направлений, конечно, в рамках создания условий организационных, экономических. То есть мы видим, как работает программа «Земский учитель», он заработал с 2020 года. В прошлом году были внесены изменения в федеральный закон о образовании, уменьшение документальной нагрузки для тех, кто работает в системе основного общего образования. Это тоже существенный фактор для того, чтобы было больше времени для самореализации профессиональной. Вот поэтому я думаю, что картина выстроится, но не так быстро, как хотелось бы. То есть тут должно быть все системно, и молодой учитель должен быть поставлен все-таки на первое место для анализа и контроля, и заботы. Спасибо большое. У нас в гостях была Марина Черевко, кандидат социологических наук, доцент, декан факультета повышения квалификации Российского государственного университета правосудия.